Всем привет! Меня зовут Инна, это моя подруга Мила, и мы приветствуем вас на моем парфюмерном канале. Вы знаете, вы так классно отреагировали все на наши первые затесты с Милой. Вот честно, Мила не хотела, но я ее уболтала. Поэтому, благодаря теплым словам, Мила, ну, как бы она увлекается парфюмерией, но в какой-то своей стезе. Она не маньячит. И поэтому, ну, мы решили снять для вас продолжение. Потому что, как я говорила, парфюмеров будет много. Мила мне говорит, у тебя что еще есть? Я говорю, Мила, да еще и на третий час хватит. Но, и сама судьба, да, мы решили остаться на второй день, мы не все дела свои смогли порешать. Поэтому, сам Бог велел. Ну что, продолжаем. Я показываю, я с собой, давайте покажу, кто не видел первый час, но обязательно посмотрите. Я с собой в поездку, мы проехали три области и приехали в Херсонскую область. И я с собой всегда беру свою дорожную косметичку с отливантами. Потому что я не знаю, какая погода будет. Вот. И мало ли, что мне захочется. Полный флакон я не беру, так как это не рационально. Скажем так. Начинаем. Милу в этот раз прошу глаза не закрывать, потому что я вам покажу. Будут отливантики, бутылочки. А вы увидите картинки. Начинаем. Наши импровизированные блутеры такие. И брызгаем. Мила, прошу, дорогая. Я как-то сказала, что буду включаться. Давай, давай. Мы снимаем с утра. Поэтому тут все выключаются. Водичку мы уже взяли с собой. Давай так, начинаем. Нравится, не нравится. Знаешь, вот это первое впечатление. Нравится. Да. Оно важно. Потому что мы всегда понимаем, да? Когда человека видим, нравится, не нравится. Что-то опять ассоциация идет, но у меня как-то... Ну говорили. Но спит. А ассоциации какие? Кто бы мог носить? У меня как бы опять же унисекс идет. Унисекс, так? То есть и мужчина может такое носить? Ну, я думаю, да. Красавчик такой, да, наверное? Ты вижу, сладенький. Сладенький красавчик. Хотя на мужской коже все парфюмы, они как-то выдают совершенно другие. Ну, ты же... Ну, ухоженный как бы мужчина? Не, ну слушай, это мужчинка, конечно. Могла бы поехать. А для женщин? Ну так, давай знаешь как, сладко-кислоко. Ну, у меня нейтральный такой запах. Нейтральный? Ну, мне кажется, я бы, ну... Даже на себя могла такой примерить? Миле очень сложно угодить с парфюмерией. Мы вчера, кстати, заходили в бракат с Милой и слушали парфюмы. У нас вообще вкусы разные. Ну, я вот уловила то, что Миле нравится. Да, в этом и прелесть. Да, в этом и прелесть, действительно. Но этот бы ты носила. Да. А как ты считаешь, он дорогой? Да. Дорогой. Звучит дорого, да? Супер. Классно. Это важно. Я, кстати, доверяю первым впечатлениям. Нравится, не нравится. А дальше это уже наше дело, копаться в нотах. Ну что, давайте дальше. Так. Это мне очень интересно. Так как этот парфюм я разнашиваю сейчас сама и буду вам в скорости в следующих видео рассказывать, почему да как. Сейчас немножко вот эти первые пройдут. Так, ну пожалуйста, что ты скажешь? Это у нас следующий парфюм. Ну ты же вроде сладкие любишь. Я сладкие люблю. А это же такой более свежий какой-то. О, да, свежий. Ну почему-то тебе вроде я задаю. Да, 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 потому что это парфюм не из моей коллекции. Но я вам говорю, вы об этом узнаете немножко побоже в следующих видео. Классные. Ну свежие. Все, классные. Ты знаешь, понравился свежий. Свежий, да. Очень нравится. Хотя я свежие тоже люблю. У меня есть в коллекции свежие, конечно же, летом нашел. Свежие, да? А свежесть какая? Из чего она тебе состоит? Я бы пошла на такую какую-то, знаешь, вот... Дорогую вечеринку. Там, где я бы хотела выделиться. Он легкий, не тяжелый? Нет, вообще классный. Даже могу купить. Все, ребята, Амиля оставляем на заметочку. Да. Обалденный. Это второй у нас, да? А свежесть какая? Чем тебе пахнет? Знаешь, потому что свежесть бывает там, ну допустим, там апельсиновая, лимонная, там что у нас там еще свежие, там ландыш, сирень. Что ты слышишь? Мне кажется, что там есть. Либо ассоциация пошла, либо там как-то... Может, у той же сирень. Сирень. А ландыш, а мы послушай. Я не помню, как он пахнет. Ага. Просто у меня у бабушки сиреный ландыш рос. Я прям... Мне пахнет, знаешь, как ландыш в рассе. Утренний. Утренний. Утренний росе. Есть такое. Класс. То есть девчонки, когда могут этот парфюм одеть, знаете, такой свежая, хорошая, как ландыш и сирень в рассе. Он освежающий. В рассвете. В рассвете сил, знаете, да. Класс. Вот. Я тебе запишу, как он называется. Так, следующий парфюм. Так, Мила, прошу. Ой. Ой. Ты так не сильно в нос. Мы в Египте чай пили. Сладенький. Сладенький чай какой-нибудь. А, вот этот гранулированный, который... Да, мокренький такой. Понимаешь, наразвез? В Египте есть чай, девчонки. Кто был или мальчишки, кто был в Египте, там есть чай. Есть такой чай, он как бы, знаете, как или с сахаром. Не листья чайные, а такой, как порошочек. Он из чего сделан был? По-моему, из... А мне подчистила. Значит, почитаем. Я убежала. Сладкий, да, тебе вот... Не, ну вкусный чай. Это, наверное, надо знать, это чай. Если вы знаете такие чаи, которые гранулированные, напишите. А, ну давай вот этот один, этого будет достаточно, да? Ну, а допустим... У нас все под рукой. У нас все под рукой. Так, значит, да, инжир. Видите, память моя такая девичья. Все помню. Инжирный чай. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот. Вот этот запах. Это финик. Кокос. И черт, что там. Вы поняли, какие чаи? Вот они такие гранулированные. Я сейчас покажу. Знаете, то ли с сахаром перетертые, такие как... Как мокрый сахар выглядит. И когда растворяешь... Его можно растворять, этот чай, и в холодное воде. Ну, возвращайся, давай в кадр. Давай, давай, давай. Вот. Мила определила, пахнет не инжиром, а... Да. Обалденно. Так, где у нас? Действительно, боже мой, я так никогда не думала. А ну, давай еще раз. Сладость, инжир. Вот этот запах. Кокос. А, финики. Финики. Вот он. Вот этот запах. Ну, натурально звучит. Ну, как бы, чай же сделан из натуральных инжир. Да, это же натуральные. А ты бы носила такое? Ну, я вам открыл секрет. Мила как-то сладкий, аромат и не очень. Но сладость бывает тоже разная. Нет, я думаю, возможно, я бы его, конечно, применила, но я его долго не выдержала. В микродозах, чуть-чуть на воздухе. Ну, это какой-то скандал, да, который ты делала? Да, Мила вчера дала мне послушать, у нее пробничек, скандал. Парфюмированная вода, когда ножки торчат вверх ногами. Он ей не нравится. Ну, правда, он очень сладкий. Ну, этот, ладно, звучит натурально. Так, дальше, дальше, дальше больше будет. Так, следующий парфюм. Немножко мы его развеем. Ты знаешь, так близко к носу не подноси, вот как бы немножечко на расстояние. Он такой крепенький. Ты даже его услышать должна. Мужчина холодный. Холодный? Холодный, да? А холод чего? Безразличие. 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 Надо чем-то надушиться, ходить и показать всем, что мне все равно на ваше мнение. А, классно. Слушай, то есть, женщина такая холодная? Холодная. Холодная женщина, сасанка. Красивая. Красивая, но недоступная, да? Да. Или у нее шейх какой-то там уже дома есть, поэтому она такая холодная. Как она, замужняя дама? Ну, что скажу тебе? А ну давай. Ланюх. Я думаю, нет. Нет, нет, нет. А молодая? Нет. Не молодая. Ну давай, как мы любим. Уверенная в себе. Дорога, богата? Женщина такая, знаешь, идет, и она просто несет. Вот есть такие вот женщины, да? Угу. Не умеет себя нести. Но они вызывают, кстати, интерес и привлекают внимание. Вот это вот он, ее захочется узнать. Даже девушке, даже женщине. Угу. А восточную, видишь женщину в этом? Восточную. На Востоке так ходят? Или это европейская история? Ну. Ну. Теперь у нее вообще как-то пошел. Он раскрывался. Да, он пошел другой. Здесь столько компонентов. Вы видели какой-то парфюм. Он очень многокомпонентный. Поэтому раскрытие идет. Мне опять же унисекс пошел. Конечно. Ну, потому что это не так, что сильная женщина там делает. Понятно. Ну. Логично. Не, хороший. Хороший. Знаете, так, то, что Миле понравится, мы ее так выдвигаем. Парфюм. Хороший. Угу. А как ты считаешь, дорого стоит, Миле? Да. Дорогой, да, парфюм? Угу. Вот так вот. Вот вам я хочу сказать. Ну, если бы я якобы его применила, где-то такое мужская компания, я думаю, я бы влилась бы. Ты влилась бы. Это все подумали, что... Ух, своя. Своя дорогая женщина. Так. Ну, давай дальше. Угу. Что-то воспоминать, где я его слышал. Давай. Запахи, конечно, обеего это воспоминания, да? Мы бывает по запаху что-то так можно перенести буквально там, насколько-то много лет назад. Запах раз и в секунду возвращает в воспоминания. Иногда хорошее, иногда не очень. Что-то тоже из нашего ингредиента. Слышно чего-то. Съясного, да? Угу. Чайного. Или как? Ты имеешь в виду? Что-то слышно тут такого. Ну, раз съясного, значит, натуральное. Как ты думаешь? Как он звучит? Натурально или химический? Не, натурально. Натурально звучит, да? А чем? Разбираться, да? Ну, я бы, конечно, не смогла бы носить, опять же. Тяжелый, да? Или как? Тяжеловатый. Сладкий или почему ты не смогла носить? Ну, не сладкий. Не сладкий? Не сладкий. Не сладкий. А в чем тебе тяжесть? Подвох. Тяжесть. Какую тяжесть ты слышишь? Несладкость тебя раздражает? Ну, как бы, мой мозг меня возбуждает, как бы, знаешь. Ну, просто не твое. А теперь давай я тебе по подсказочкам. Вот ты слушай, а я тебе говорю, слышишь ли ты здесь мед гречишный? Мед, кого пошел? Ну, ну... Вишню. Вишню? Нет. Табак. Все, я уже потеряла. Все. Ну, а мужчина или женщина может такое носить? Мужчина может быть? Не мужчина. Мужчина. Больше мужское. Да, мужчина мне кажется супер. Супер, да? Дорого или дешево? Дорого. Класс. Мне кажется, что мужское это дорого. Слышится. Хорошо. А есть ли такие запахи, может, где-то там в парфюмерных магазинах слышала, мужские, которые тебе кажутся дешевыми, то есть, как бы, они тебе неинтересны? Ну, мне неинтересно, допустим, это вот, как вот, Эль Пасо, да, есть? Эль Пасо? Ну, если распространенное, оно, как бы, древесины отдает. Но недорогой. Кислинка, да? Ну, да, тут, как бы, у меня очень... Ну, так тебе нравится, когда мужчина так пахнет, да? Да, хорошо. Можно, знаешь, так пахнет. Вот. Он такой, что хочется притулиться и понюхать. Да, так. Мужчина, берите на замерку. Хотя я этот парфюм обожаю. Ты знаешь, он для меня, конечно, как вишневый с медом и с табаком. Он чарующий такой. Но летом я его тяжело мне наносить. Он больше, когда прохладно. Ну, потому что ты девочка, а мужчине какого-то... А мужчине можно. Видите, он такой, хочется притулиться. Так. Ну и на закусочку мы пробуем. Так, 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 так. Никаких подсказок. Щедрый пшик. Вчера этот парфюм, кстати, наносил мой муж. Я целый день болтела. Я его подушила этим ароматом. Хотя я его же сама ношу. Это моя в кофемере. Тоже древесина какой-то. Древесина. А какая? Ёлку слышишь? Ель. Ёлку. Ну, ёлка, она такая боли, мне кажется, жесткая. А это прям приятно. Приятная. Это нравится, я вижу по тебе. Ну да, я улыбаюсь. Это нравится, да, да, да. Я почему на милу всегда смотрю? Реакция, знаете, как мы можем что-то там внутри скрыть. А иногда будет раз, улыбка появилась. Тырсой. Тырсой. Ну, древесина. Древесина, тырсой, да, 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 да. Не, хороший, очень хороший. А если понравился. Знаешь, что для меня плюс его? Ну, он отличается от всех других. Отличается, да? То есть его можно заметить, да? Ты его выделила как особенный, да? Такой не каждый день ты встречаешь? Да я вообще такого не встречала. Да, мы в Брыкаре вчера ходили, все переслушали, но там очень мало ниши. Я, кстати, очень много взяла там на заметочку, мне спрашивали, а такую версию я знаю, я специально послушала, буду, ну, в дальнейших видео, походу, отвечать на комментарии, там, какие-то парфюмчики я послушала. Так, а теперь вопрос на засыпку. Чувствуешь ли тут розу? Вот мне это очень интересно. Нет, я не слышала. Потому что в нотах заявлена роза, он считается как розный аромат, не слышишь. А мне тоже, знаешь, как, для меня тоже древесина, как еловый лес, а розочка где-то далеко-далеко, и то, что ты слышишь как тырсу, я слышу как стог сена. Вот такого, знаешь, как вот в деревне стог сена, и где-то на этом стоге сена лежит одна розочка красная, но она где-то очень далеко, потому что, так сказать, этот еловый лес, мне тяжело к ней пробраться. В моем случае это можно додумать. Додумать, да, только когда ты знаешь, что... А так он тебе древесный, да? Да. Вот эта каша херезада могла бы, да, похоже? Ммм. Ну, видите, вот, вот и фаворит первый был у нас ландышевый, сиреневый, и вот этот тебе понравился. Класс. Я бы, знаешь, даже в машину все повесила. Просто как ароматерапия, да? То есть просто, это не то, что парфюм. Он хочет дышать, понимаете? Он реально хочется дышать. Он довольно-таки сложный. Он как бы и насыщенный, но ты таким дышала. Да. Как арома, история, ароматерапия. Потрясающе. Кстати, это очень интересно. Можно даже брызнуть на какую-то там фарфоровую статуэточку и поставить в машине на панель. Да, ну это вообще супер. Вот когда Мила зависает на парфюме, ей, значит, нравится. Теперь я для Милы приготовила один момент. Здесь... Я убежала. Интриги не будет, это чистый вот этот эксперимент. Это Милен парфюм. Называется он Интенс Кафе. Мила им пользуется. Я вообще показывала парфюмерию, которая... Ай, мы не открываем ее, это 100 мл. Мила пользуется в первой части. Кто не смотрел, посмотрите, какие у Милы парфюмы. Мы на норву... Вот понравился Эпик. Эпик. Скажу тебе, это Амуаж Эпик. Дорогая парфюмерия. Да, я тебе потом все, что тебе понравилось. Так, Милен парфюм. Это Милен парфюм Интенс Кафе. Этот парфюм Мила не знает, вы видите. Не слышит. Не слышит. А давай немножко больше нанесу. Представляешь, как ты не слышишь свои парфюмы? А я все слышу свои парфюмы, потому что каждый день у меня разные. У меня нос не привыкает. Ну, это мы такую же теорию с тобой вывели, да? Когда один парфюм перестаешь слышать. Попей водички. Да, мы его не слышим. Этот эксперимент я провожу специально для парфюмеров-любителей. Возьми еще раз тот свой. Может, фата тебе помогла? Ну, я могу внюхаться, но сам факт... И вот этот. То же самое. То же самое? Да. Я его не слышу. А ты то же самое не слышишь? То же самое не слышу. Попей воды. А я уже опилась. Пристала. Попей воды, попей воды. Нет. Давайте я поучаствую в этом эксперименте, потому что... Открываю карпюм. Интенс Кафе, Милен Аромат. И я второй показала, Мансера, Роза и Ваниль. У них один парфюмер. Это два бренда, но это один хозяин. И многие девчонки сравнивают, говорят об идентичности. Ага, вот это у нас... Сейчас, интересно, я уже перепутала, определю ли я, где мой. Ух ты. Ага. А ну, по пей водичке. Я ничего... Нет, я слышу. Я слышу прекрасно. Только я не могу определить, где какой. По-моему, вот это у нас идет Монталь. Потому что кофе. В Мансере нет кофе. Да, мне кажется, это Мансера, Роза, Ваниль, но кофе нет. Ну, в общем, они 99% одинаковые парфюмы. Да, немножко вот чувствую, ну, этот, Монтальевскую базу. А ценовая у них как? Ну, они одинаковые. Ты знаешь, одинаковые. И по цене, да? Да, по цене одинаковые. Просто вот как-то у меня сложилось, я люблю больше Мансера. Как-то вот там нет такого мускуса, и у меня много любимых там парфюмов. То есть, как бы, я считаю, что Монталь сделала работу над ошибками, и Мансера, вот я люблю. И, кстати, Роза, Ваниль, у меня просыпаются такие алкогольные ноты, немножечко такого, какого-то сливового ликера. Но, в принципе, очень они похожи. Можно и перепутать в шлейфе. Вот такие вот наши были затесты. Давай мы быстренько вернемся. Все схватило. Эпик. Эпик. А вот этот. Это у нас L.M. Parfum. Чувственная Орхидея, Essential Orchid. Хороший запах. Хороший. Хороший, приятный. Гельда душа тебе не напоминает? Нет. Я не шучу, мне напоминает. Так, а вот этот, который свежий, первый мы пробовали. Ну что, акации пошел. Акация. Там есть, там есть. И, по-моему, жасмин есть цветочный. Нет. В раскрытии уже не... Вот видите? Ага, а вот этот. Это который Том Форд Нуарт Брунш. Это который тебе чай напомнил из Египта. Понравился, да? Я его очень люблю. Он сейчас уже другой. Я его люблю. Другой, он тоже меняется. Но тебе нравится? Я люблю духи, которые играют. Понимаешь, вот они как бы вот... Мне понравился. Класс. Это горделивая женщина, которая очень красивая, богатая. Она там же и осталась. Там же и осталась. Он раскрывается тоже. Вот час, другой, третий. Он очень стойкий. Это восточная парфюмерия. И я, ты знаешь, ее носила даже в жару. Мы были в Турции, в Стамбуле. И я носила этот аромат. Вот он мне с Турцией, Стамбулом и ассоциируется. Я вижу какую-то такую... Я бы обернулась. Обернулась, да. Вот я его даже летом носила. Я бы обернулась. Парадоксальная парфюмерия, которая летом прекрасна. Так, а это у нас... Это Киллиан, вишенка, мед, который ты отдала мужчине. Наверное, заберу у мужчины и... Все-таки, да, при... Сладенький семян. Сладенький такой какой-то. Ну, тебе нравится? Так, я мед не люблю, наверное. Мед не люблю. А я люблю мед в парфюмерию. Вот, вы увидели, какие Мила выбрала себе фаворитов. Такая, знаете, недурно-недурно, вкусы милые, потрясающие. Выбрала шикарные ароматы. На этом мы будем... Это вообще не знаю. Это эпик. Вот эпик. Я тебе запишу. Да, я себе хочу. И будет какое-то торжество, или там что-то вы уже разберетесь с мужем. Это, кстати, интересно. И ты знаешь, ты будешь пахнуть так одна. Ну, андекида. В ракаре такое не пахнет. Я говорю, ты облечишься. Вот с этим запахом ты облечишься. И хватит тебе на... Можно даже оставлять наследство. 100 миллилитров, там большая бутылочка. Вот, вот такие. У нас, несмотря на воскресенье, у нас еще очень много дел. Мы говорим вам до свидания. Мила подписалась на мой канал. Смотрите ее в комментариях. И, пожалуйста, поставьте нам лайк. Так как нам будет приятно. Мы для вас старались. Все. Всем до свидания. И увидимся в моих дальнейших видео. А Мила балдеет. А я себе в машину уже его положу себе. Я тебе... Хочешь, я тебе... Я Миле оставлю... Подарю ей пробничек. Она его разносит. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok